Кто-то из вас писал, по-моему, как раз Дарья, вы, относительно перламутрового эффекта в отношении часов. И это четко получается, вот эта ваша перламутровость в отношении часов покажет ваше отношение ко времени. Это покажет то, как вы именно конкретно реагируете на проявление своего времени в этом мире. Как вы его тратите, как вы его используете, как вы его израсходуете, как оно у вас есть. И вот эти все моменты, они как раз непосредственно курс делают громадным. Но с другой стороны, поймите мысль, когда он будет, по сути, у нас там более 100 часов академических обучения. Это громаднейший объем информации для того, чтобы ее понять. И вот тут теперь очень важный момент, который нужно будет всем тоже в какой-то мере осознать. Те люди, которые считают, что цвет это именно всего лишь длина волны, могут сказать до свидания. Поймите, цвет это не всего лишь длина волны. Я не говорю, что физика не работает. Это точно так же, как в феноменальной психосоматике сказать, что медицина это фигня. Нет, это не так. Как раз именно в физиологии лежат главные ключи проявления человека в мире, как бытие и понимание того, что у него не так. Точно так же с цветами. Если цвет есть, он бытийный. Если он бытийный, у него есть та суть, ради чего он привнесен в этот мир. У него есть те задачи, тот инструментарий, та подручность, которая нам нужна для набора определенного опыта. И если правильно подходить к пониманию цветов, то, что мы вышли, то, что мы вывели, то, о чем мы пытаемся учить людей, то цвета это принципы. Принципы с большой буквы. В том смысле, что это принципы, по которым устроен весь этот мир. Принципы, по которым мы встроены в этот мир. Принципы, из которых мы состоим. Принципы, из которых все состоит. Начиная от какой-нибудь букашки, то есть, либо какой-нибудь бактерии, заканчивая богами. То есть, в прямом смысле этого слова, принципы и есть. Все то, что, по сути, делает этот мир целостным, гармоничным, единым, проявленным, раздорным, воинственным, восходящим, прячущимся все остальное. То есть, в цветах это все есть. То есть, цвета нужно смотреть как раз через призму того, что проявляясь через них, мы получаем определенный опыт. И поймите, теперь очень хороший был вопрос относительно вот этой многосторонности цветов. Что когда мы, например, интересуемся большим количеством различных цветов, это хорошо или плохо. Поймите, это как раз хорошо. То есть, принцип нашего проявления в мире, это всех должно быть. Каждого должно быть. Каждый должен иметь возможность получить максимальную возможность реализации и набора своего опыта. И проблема очень часто людей заключается как раз с точки зрения цветов. В том, что люди теряют вот эту многогранность, они теряют вот эту многосторонность. Они теряют возможность проявляться в различных ипостасиях. Они в какой-то мере, то есть, залипая на один из каких-то цветов, либо два, три, четыре, на определенном этапе замыкают свой конструктор. Они не видят, что в мире есть все остальное тоже как присутствующий, тоже имеющий право в этом мире быть. Ну, условно говоря, когда вот как частое явление в том самом ютубе. То есть, это все у вас лжа наука, это все у вас фигня, это все чушь, это все не годится, а вот наука давно доказала, что этого всего нет. То есть, если вот так подходить, по большому счету, то есть, это модель взгляда человека зеленого цвета, которая отталкивается только от того, что все можно закалкулировать, померить, вот сейчас я подойти с линейкой и просчитать. То есть, когда говорят о том, что существует в мире только то, что можно взять в ручки и как-то домой приторбанить, и как-то там дома его положить в сохранность, так будут считать люди, которые, например, коричневого цвета. Люди фиолетового цвета, они сидят на своем канале, они это все видят, они выходят за то, что я показываю, они говорят, прикольно, я тоже так это видел. Понимаете? То есть, будет человек синего цвета, он будет идти в свою систему. То есть, в зависимости от того, какой цвет мы выбираем, именно на том мы на определенном этапе и можем залипнуть. То есть, суть данного обучения, суть данного курса, суть данной информации, это привести себя к осознанности. Осознанность, это подразумевается то, что когда вам нужен молоток, для того, чтобы забить гвоздь, то вы идете и берете молоток, а не плоскогубцы. Когда вам нужна, скажем так, лампочка, чтобы свет горел, вы вкручиваете лампочку. То есть, условно, но когда вам нужно быть активным, когда вам нужно быть инициативным, когда нужно быть сильным и сметать все на своем пути, вы, наверное, должны использовать программу красного цвета. И когда вам нужно определенного равновесия, убрать некоторую невротизацию, и вам нужна определенная стабильность, наверное, хороший будет зеленый цвет. Когда вам нужно будет добавить некоторое такое, как артистичности, определенной демонстративности, умение привлечь к себе внимания, наверное, хорошо будет работать программа желтого цвета. Но заметьте, я говорю именно о программе. Потому что, опять же, я сейчас походу просто отвечаю на те вопросы, которые были. Что когда у нас, например, будет такое понятие, как, ой, хочу быть лидером, хочу быть номер один. Неужели, если я одену красный, я вот выиграю у всех? Это приблизительно как сказать, что вот хочу стать олимпийским чемпионом. Неужели, если я вот завтра куплю себе там какие-нибудь там кроссовки и начну тренироваться, неужели через неделю я вот выиграю у всех соревнований, понимаете? То есть, сколько мы корове не будем одевать седло, она конем не станет. То есть, со цветом работает тот же самый принцип, что когда мы хотим определенного качества взять от цвета, мы можем это сделать неосознанно, назову это так. Это когда мы берем, просто одеваем, потому что у нас настроение, потому что состояние, мы чувствуем, нам его не хватает. Мы одели, побежали. Цвет начнет на нас влиять, он начнет на нас, эту программу нам, скажем, какую-то мере компенсировать. Но когда я подхожу осознанно к данному запросу, то поймите, когда меня тянет, например, сейчас на белый, или у меня идет отторжение синего, то это для меня дает намного больше информации, чем просто его одеть. Это дает мне определенную рефлексию понимания того, какие программы лежат непосредственно в белом цвете. Если рассматривать, как кратко белый, все информации есть в видео на ютубе, я потом, ну, найдете, либо сброшу ссылку в плейс-лист. То есть это то состояние, когда, поймите, я могу уходить от прошлого былого, я могу надеяться на будущее, я могу навязывать авторитарно свою позицию, не слышать от других. Я могу навязывать свои определенные четкие авторитарные правила с позиции, как некоторого педантизма, точности и чистоты, и порядка. То есть, и заметьте, тоже очень важный момент, по которому очень много идет спора. Ну, это как в том самом ютубе. Что когда люди слышат информацию о цвете, это не одна характеристика. То есть это определенный инструментарий, который многогранен. То есть это не одна грань. И когда люди слушают про белый цвет, вот из серии, как бы вот, от прошлого я не убегаю, в будущее я не надеюсь, авторитарки у меня нет. Они почему-то не рассчитывают, например, тот фактор, что у них может быть чрезмерная степень болезненного вот этого анонскостизма. Понимаете? И одно другому не противоречит. Человек может использовать исключительно в одном аспекте, например, цвет. Ну, как пример из жизни, это вот не лишь из жизни, а как образ. Есть плоскогубцы, с помощью которых можно выполнять большое количество различных функций. Можно что-то удерживать, например, что-то греть. Можно ими там что-то расплющить. Можно ими что-то перекусить, что-то перегнуть, какую-то проволоку и все остальное. Понимаете? То есть есть инструмент, который можно использовать в разных хипостазиях. И вот когда я описываю, условно говоря, белый цвет, как, ну, условно, плоскогубцы, о том, что у него большое количество функционала, а кто-то говорит, ой, а я этими плоскогубцами, плоскогубцами, блин, клещей раздавливаю, когда нахрен снимаешь со своей собаки. Какая херня, вот это все, что мне тут рассказываете и серии, то есть вообще плоскогубцы не об этом. Понимаете? То есть в цвете большое количество различных характеристик. Они друг другу не противоречат. То информацию, на которую мы вышли, мы вышли на моем понимании. Звучит, конечно, так, как гордыня определенной степени. На фундаментальное понимание цвета. Когда я понимаю, что такое желтый цвет в его сути, проявлении, какой у него график проявления в этом мире, взаимодействия со временем, все остальное. И как он проявлен, как мое проявление в мире. То тогда, читая великого Гетте, который считается супер-пипец-специалистом в цвете, я понимаю, что он в своем описании желтого цвета, вот в этом фрагменте, пишет о желтом чистом. Здесь он пишет о желто-белом. Здесь он пишет о бело-желтом. Здесь он уже к белой, к желтой рассматривает в какой-то мере какую-то засеренность, с добавкой серого. Понимаете? Но это уже только понимая глубинный характер цвета и понимание, как он проявлен в других оттенках. А когда берут Гетте за эталон, то у Гетте еще большая каша относительно цветов, чем у Макса Люшера. У Макса Люшера хотя бы карточка есть, в которой он написывает то, какая у него характеристика. У Гетте это просто большой такой ассоциативный ряд. Понимаете? И в данном случае, что когда у нас есть цвет, одна характеристика. Мы меняем ему оттенок в сторону там узабеленности, цвет меняет характеристику. Не кардинально. Он будет сочетаться с тем цветом, который к нему приходит. Это условно. Знаете, мы когда вот искали образы, какие-то сравнения, как пример, это когда вот вы женщины куховарите, например. Вы себе что-то готовите. Вы любите печь тортики, ну условно. И можно же сделать тортик, например, вот знаете, как вишневый есть ингредиент, а есть шоколадный ингредиент. Вот можно сделать его слоями. Вишневый, шоколадный, вишневый, шоколадный, вишневый, шоколадный. Понимаете? Это приблизительно как слои, например, у десанта-штурмового батальона мальчика. Понимаете? То есть полосочка белая, полосочка там голубоватая, полосочка белая, полосочка черная, как у морячка. То есть если мы возьмем, например, и сделаем тортик вишнево-шоколадный, но смешаем друг с другом два ингредиента, то у нас вишневого оттенка будет больше, вкуса шоколадного будет меньше. Мы можем сделать наоборот, будет шоколадного больше, вишневого меньше. А можем совсем сделать по-другому, у нас будет вишневый тортик, а сверху лежать кусочек шоколада. Это фигурафон. Это, условно говоря, белая точка, там, условно, на красном фоне. Понимаете? То есть конструктор лего у нас мы вот так и разложили, но я называю конструктор лего, мы разложили цвета по вот таким составляющим. И когда возникает вопрос, то в первую очередь вы должны вот найти серию, что означает такой-то цвет. Вот я вот сейчас в примере жизни, знакомый, пришел как-то так, я начал рассказывать, он говорит, прикольно, прикольно. А что означает, говорит, когда человек очень любит фиолетовый цвет? Я говорю, ну фиолетовый это тот, а тот, он говорит, слушай, как-то не совпадает, что-то совсем не про то. Я говорю, давай теперь начнем с самого главного. Я достаю эталон фиолетового цвета, то есть чистый фиолетовый, я ему показываю, это фиолетовый. Он говорит, нет, вот похоже на вот такой фиолетовый, но не такой, в сторону красноты. Понимаете? Но поймите, это уже не фиолетовый, это уже совсем другой цвет, это цвет, который может добавлять другие качества, которые начинают видоизменять его характер. Понимаете? И это меняет модель поведения. Спасибо.